На маршрутке да с ветерком. Такую ситуацию на дорогах Владивостока представить сложно. Однако с 3 февраля по маршруту номер 40 ходят маневренные вместительные автобусы. Владрей заменил старые огромные машины на небольшие микроавтобусы «Газель» и «Форд Транзит». Большие автобусы не совсем быстро успевают довезти пассажиров. И пассажиропоток уменьшился, потому что и граждане приобретают автомобили личные, пересаживаются. В том числе и по программе идет обновление автобусного парка у компаний-перевозчиков. Компания закупила новенькие автобусы, более комфортабельные, более маневренные. Поэтому было решение в тестовом режиме на месяц заменить большие автобусы на категорию М2, то есть более меньшей вместимости. На маршруте, следующем от завода Варяг до остановки Семеновская, как и раньше, работает 17 автобусов. Однако ездить они стали гораздо чаще – каждые 4 минуты. График машин жестко контролируют. На нескольких остановках по пути движения автобуса стоят проверяющие. Автобусы ходят часто и без задержек. Пассажиров по четверти часа не собирают. У нас в договоре записано с компанией-перевозчиками, что они обязаны обновлять. Соответственно, в том числе это идет выполнение договорных обязательств между администрацией и компанией-перевозчиками. У нас не только эта компания обновляется, но и другие. Вот 38-й автобус возьмите, да, тоже все новенькие. Но и другие перевозчики. У нас 14 перевозчиков, поэтому все стараются потихонечку. На новшества горожане отреагировали по-разному. Одни опасались, что не смогут уехать с час пик до дома. Другие восприняли идею с оптимизмом. И даже звонили в управление транспорта, чтобы лично выразить благодарность. Насчет тестирования маршрута номер 40 автобуса, который ходит на вторую речку. Это очень хороший автобус. Не то, что сравнить, были большие грязные автобусы, которые полчаса ждешь. То он сломался, то где-то задержался. Теперь это однозначно. Уже, знаешь, вышел на остановку, 2-3 минуты подождал. И очень хорошие, чистые новые автобусы. Так что это очень хорошее тестирование мы и пустили на эту линию маленькие вот эти 40-е автобусы. Всего доброго. Мы видели, у нас по району ходит, но мы первый раз. А как старые автобусы? Старые развалились уже. Вот мы сюда ехали в центр. Я вот, не знаю, прям материться готова была. Ну и на водителя, и на автобус. Ну потому что посреди дороги мы заглохли на столетии. Это быстро, по времени получается быстрее гораздо. Единственное, что вот очень народу много в автобусе. Ну побыстрее, да, едем. Ну хвалить пока. Ну пока жалобы нет. Старые ломались или нет? Ну больших. Ну иногда, конечно. Ну есть. Они же старые, ну бывает. Все-таки техника. Ну старые и есть старые, что про них говорить. А новые, конечно, комфортабельные. Очень удобно. Во-первых, они теплые. Во-вторых, вовремя ходят и не стоят на каждой остановке по 5-10 минут. Которые большие у нас здесь стояли. Если новые автобусы покажут себя с лучшей стороны, 4 марта будет принято решение об изменении категории транспортных средств в реестре маршрутов. И небольшие «Газели» и «Форды» станут ходить на регулярной основе. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухороков. Новости на Восьмом.